Спикер Госдумы, четвертое лицо в российской иерархии власти, Подхалим Путина. А после Путина будет Путин. Правильно было бы сказать слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Один из главных клоунов в кремлевском цирке. Коллеги, нет возражений, если мы Валентине Владимировне предоставим возможность выступить, она просит впервые, наверное, за все это время. Надо, чтобы Путин обязательно остался. Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Коррупционер, военный преступник и соучастник полномасштабного военного вторжения в Украину, поощряющий убийство мирных граждан. Все это Вячеслав Володин. Здесь речь идет о защите, в первую очередь, граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении 8 лет не меняется. И более того, даже несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства. Если бы в России проводили чемпионат по обожанию Путина, Володин всегда бы занимал призовые места. И если бы не Путин, не было бы сегодняшней России. И России повезло, у них есть сильный Путин. Путин, он живет проблемами человека. И он делает все для того, чтобы они решались. Хорошо вот пришел президентом Владимир Владимирович. А что было бы, если бы кто-то другой пришел? Этот генератор случайных фраз часто несет в массы хаотичный набор слов. Мысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации, вот такую форму, которую мы для себя избираем, сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональный парламент, но в конечном счете все это будет решаться гражданам нашей страны и для своих стран брали и реализовывали. Так Володин ответил на вопрос журналистов, в чем смысл общенационального голосования по поправкам в Конституцию, если законопроект уже одобрила Госдума и подписал Путин. Сделай хоть что-нибудь. Выходной день. Что-нибудь? Хорошо. Я дома. Где был? Где-где. Голосовал. За Конституцию. И ты сходи, сделай что-нибудь полезное. Именно с одобрения карманной Госдумы и Володина поправки в Конституцию обнулили сроки Путина и открыли для него возможность избираться, пока не вынесут из Кремля вперед ногами, как советских вождей. Еще раз повторю, они, эти поправки, давно назрели, они нужны и убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. А поднять рейтинги засидевшегося на троне диктатора должна была быстрая победоносная война с Украиной, развязанная Путиным. Сейчас приезжают беженцы, начинаем с ними разговаривать, детишки задают вопрос, а что такое театр, а что такое цирк. Они все эти 8 лет были в подвалах фактически круглосуточно. Разводя кремлевский цирк про 8 лет геноцида на Донбассе, Володин не потрудился перепроверить даже официальные данные от так называемых омбудсменов ЛДНР о жертвах среди гражданского населения. А зачем? Иначе бы вся февральская провокация Кремля по искусственной эскалации ситуации в Украине в начале 2022-го развалилась как карточный домик. И вдруг начали говорить обстрелы, убийства. Я, честно говоря, по лесу нашел доклады, никто не знает, кто это смотрит? Доклады уполномоченных по правам человека, ДНР, и уполномоченных по правам человека. Сколько гражданского населения погибло за год от обстрелов гражданского за 21-й год предыдущий? Знаешь, сколько? Сколько? Восемь. Залез в 20-й год. Это их данные, это даже не ОБСЕ. Залез в 20-й год. Смотрю доклады, сколько гражданского населения? Пять. Какой геноцид? В автомобильных катастрофах погибает там же в 40 раз больше. Володин и его подельники забывают упомянуть, что настоящий геноцид устроили на Донбассе их марионеточные боевики, щедро спонсируемые Кремлем. Вот бывший автомойщик из Ростова-на-Дону Арсен Павлов по кличке Моторола, условно приговоренный к лишению свободы на полтора года за угон автомобиля, развлекается стрельбой из гранатомета по жилым кварталам Донецка. Утренняя зорька. За подобные подвиги убийц и мародеров пропаганда чуть ли не канонизировала. Люди с криминальным прошлым буквально заполонили телеэкраны. На набережной Ялты их как знаменитости часто просят остановиться, чтобы сфотографироваться. А я твою руку подниму. Мужчина. Реально. Люди зарекомендовали себя с лучшей стороны. Вот их все знают. В боях. Пресса писала, что перед отправкой в Украину в России Мотороле предложили выбор. Либо тюремное заключение, либо военная командировка на Донбасс. Стой, стой, стой. Стойте. Там гражданских нет, которые по телефону звонят? Нет, да нельзя. Только туда ходили там коровы и что-то такие. Ну, уже не пришло. Для Володина криминальные отбросы – новые герои современной России. А предатели – те, кто уехал из страны после 24 февраля 2022. Он предложил конфисковывать их имущество и поддержал закрытие границ для военно-обязанных. Защищать страну – долг каждого. Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием для устройства на госслужбу наличие военно-учетной специальности и службу в вооруженных силах. Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры, в обязательном порядке, наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах. Пользователи соцсетей обратили внимание, что сам спикер в армии не служил. В секретариате Госдумы сразу ответили, что он проходил военную кафедру. А по закону о частичной мобилизации в России младшие офицеры мобилизируются в возрасте до 60 лет. То есть по Володину, который имеет звание лейтенанта и является госслужащим, прямо плачут окопы. А кто страну защищать будет? Рабочий? Крестьянин? Нет, это долг каждого. Закон Володина о конфискации имущества уехавших из России и та страсть, с которой российская власть хочет отжать имущество, у несогласных с режимом Путина напоминает Третий Рейх. В Германии 30-х годов был налог на побег. Изначально его ввели, чтобы остановить вывоз капитала, но затем нацисты стали его использовать для преследования евреев и политэмигрантов. Есть те, кто струсил, уехали, сидят, молчат, проживают нажитое, либо работают, но при этом не трогают страну, не трогают наших ребят, которые воюют. А есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес. И при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать. Так кто же такой Вячеслав Володин? Он родился в Саратовской области в многодетной семье. Отец был капитаном речного флота, мать – педагогом начальных классов в сельской школе. В 1986 году Володин окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства по специальности инженер-механик. Вступил в КПСС и в 1990-м стал депутатом Саратовского горсовета. В 1996-м он уже вице-губернатор Саратовской области. Затем Володин перебрался в Москву, где оказался в партии Лужкова «Отечество». Тогда, 20 лет назад, он отправлялся в Москву, не зная, что ждет его в столице. Вскоре партия «Отечество» влилась в «Единую Россию», и наш скиталец стал вице-спикером, а затем заместителем руководителя администрации президента. Володин отвечал за то, чтобы на выборы не пускали независимых кандидатов, чтобы «Единая Россия» гарантированно получала большинство, чтобы административный ресурс без сбоев обеспечивал нужный результат партии власти. За успехи в фальсификации выборов заместитель главы администрации президента Володин получил вознаграждение. В 2016-м году «Единая Россия», набравшая абсолютное большинство в Российской Думе на парламентских выборах, утвердила его спикером Нижней Палаты парламента. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. При Володине Дума перешла под абсолютный контроль Путина. В должности спикера Володин стал одним из самых узнаваемых единороссов страны. В 2016-м вошел в тройку самых влиятельных политиков России после Путина и Медведева, согласно рейтингу Центра политических технологий. Володин требовал от Украины компенсировать Крыму потери за время пребывания в ее составе, а от западных стран – возмещение ущерба за ввоз коронавируса. Некогда могучий Советский Союз вы разрушили. Параллельно на родине Володина в Саратовской области на местном телевидении создавался его культ личности. Вернуть народу. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин начал готовить документы по изъятию бывших кинотеатров у нерадевых собственников. Повторение судьбы авиационного завода не допустят. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил СЭПа. С приближением выборов приблизительно раз в полтора месяца Володин прилетает на родину и устраивает там аттракцион публичной порки. Вы что, позоритесь? Деньги нет? Работы нет? Берите своих замов, берите помок и сюда на стройку отрабатывают. В субботу, воскресенье. Так и сделаете? Так и делаете. Потому что деньги профокали, конкурс сорвали. Владыка земель саратовских не пользуется рейсами российских авиакомпаний. Его персонально возит государственный бизнес-джет Falcon 7X за 50 миллионов долларов. Обслуживание этого самолета стоит 75 миллионов рублей в год. Вячеслав Володин рассказал о решении накопленных проблем в Саратовской области. Однако ни копейки из предвыборных авиарасходов Володин не тратит из своего кармана или счетов партии. Все за счет российских налогоплательщиков. И это при официальной зарплате в Володина 84 миллиона рублей в год. Этого хватит не то, что на билет на самолет, чтобы добраться до Саратова. Этого хватит, чтобы хоть три раза в месяц арендовать теплоход с оркестром и плыть в Саратов по Волге. Регулярные рейсы на Малую Родину за госсчет Володин совершает ради голосов избирателей. Чтобы они его выбрали в очередной раз, у него припасен козырь на все случаи жизни. Поставьте там современную самую детскую площадку. Детские площадки. Давайте детские площадки. Не хватает детской площадки. Есть участки? Детская площадка. В его родном Саратове школьникам раздавали тетради, на обложке которых красовались стихи. Вячеслав Володин думает о нас. Вячеслав Володин смело в первый класс. Это Володин издал указ, чтобы отыскался лучший наш класс. Перед выборами он занимается благотворительностью. Исключительно за счет госкомпаний. Проекты, финансируемые «Газпромом» и «Сбербанком», выдаются за личную щедрость Володина. Саратовцам с экранов телевизоров рассказывают, что они должны говорить спасибо спикеру Госдумы. А Володину спасибо! За проект благодарим. Ваших дел и начинаний быть достойными хотим. Попутно Володин успевает приворовывать себе на очередную квартиру или виллу. На словах он защищает россиян, а заодно и украинцев, от тьмы распространившейся в мире. Хотя последним евроинтеграция и хорошее отношение с западными странами намного важнее традиционных ценностей Путина. А Америка, пускай, всегда помнит. Там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать. При этом, чтобы скрыть свои несметные богатства, имущество Володин записал на мать и тайную жену, Яну Полякину. С ней он официально отношений не оформлял, при этом у них ни один общий ребенок. В 2008 году 21-летняя Полякина купила квартиру в Москве. Первую квартиру в Москве. 83 квадратных метра на улице Академика Анохина. Стоимость 25 миллионов рублей. В 2013 году у Володина в декларации появляется несовершеннолетний сын. А у Яны Полякиной новые дорогие объекты недвижимости. Например, квартира на улице Усачева в Москве. 373 квадратных метра за 500 миллионов рублей. Вот 26 лет купила. Какая молодец. Через две недели Яна покупает в Подмосковье еще и особняк площадью 1000 квадратных метров в стиле русской усадьбы стоимостью 200 миллионов. Чуть раньше, кстати, она купила еще и танхаус площадью 172 квадратных метра. Там же, неподалеку. Вот она, знаменитая подмосковная резиденция Вячеслава Володина площадью почти 2 гектара. То, что это дом непростого человека, можно видеть даже вот по этой будке охраны. Слева видим замаскированную вертолетную площадку, но закамуфлировал, чтобы, видимо, враг не высадился. А перед ней раскинулся чудесный пруд. Его площадь 4000 квадратных метров. В пруду Володин сам рассказывал, он разводит самов и форель. Барский дом, площадью 1000 квадратных метров. Поднимаемся выше, летим вперед, видим острый шпиль. Он служит громоотводом каждый раз, когда в Володина с неба бьют молнии после его речей о борьбе с коррупцией. Сам Володин бизнесом заниматься не может по закону. Однако его подруга элитные машины меняет, как перчатки. Ездит на Инфинити, Кадиллаке, Эскалейт и внедорожнике Порш. А на мать Володина оформлена еще одна 400-метровая квартира в Москве, стоимостью 230 миллионов рублей и десятки компаний. И разменяв девятый десяток, талантливая пенсионерка начала зарабатывать миллиарды. Ну так совпало. Бывает. Про мать Володина, которая владеет одним из самых крупных предприятий, производителей подсолнечного масла и майонеза в России, СМИ до сих пор рассказывают, как про бывшую учительницу, которая живет в обычной небольшой саратовской квартирке. Я считаю, что фундамент заложен любви к родине, к семье. Вот, заложен только матери. Однако случайные и незапланированные встречи с избирателями в родном городе для Володина заканчиваются не так радужно, как это показывают на голубых экранах. В 2018-м он заявил, что государственные пенсии в России в будущем могут быть отменены, и выступил за повышение пенсионного возраста. Ругаю нынешнюю власть с матерком, а я и вас ругаю. У вас всех нахрен. Так у меня вопрос, это когда-нибудь закончится? Не закончится. Когда? Закончится. Ну когда? Так вот, в следующий раз встретимся, палкой получишь. Вы знаете, что наш город вошел в пятерку беднейших городов России. Вот вы как-то... Заметно. Да. Темно. Да, что не видите все? Не убрано ничего. Бардак кругом. Сейчас ничего нет. Барыжный город. Купи, продай. Одни коммерсанты. Не наведя порядок даже в родном городе, Володин хочет, чтобы вот такой русский мир, как в Саратове, пришел в Украину. Уже в апреле 2022-го, в самый разгар российской оккупации, он требовал признать Украину террористическим государством. Через два месяца грозился уничтожить Европу ядерным ударом. Не нефть и газ наше преимущество. Как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. Мы его должны защитить. Наш президент – это наше преимущество. Это сильное преимущество нашей страны. С 2014 года около 40 стран, включая США, Канаду, ЕС, Японию, Австралию, ввели против Володина санкции. Они включают в себя замораживание банковских счетов и запрет на въезд на территорию этих стран. Однако главное наказание у путинского подхалима впереди. Как один из вдохновителей межнациональной розни и виновник войны, Володин непременно окажется на скамье подсудимых Международного трибунала в Гааге.